Псс, это жалая история. Это история хоррор. Отличается от предыдущей истории на корню. Я был в поезде Владикавказ-Краснодар. Краснодар-Владикавказ. Или просто Черная Смерть. Со мной была пара моих друзей, такие же, как я. Вы же поняли, что я не ваш? В общем, так получилось, что... Ну, мы, разумеется, мы в поцкарте. И так получилось, что мои друзья были на боковых местах. А мне досталось место сверху с какими-то другими людьми. И внизу, подо мной, была взрослая женщина. Русская. Этот факт никак не влияет на... Просто, чтобы вы чувствовали родство с персонажем моим. И с ней был маленький мальчик. Ее сынок... На вид ему было лет пять-шесть. По ощущениям, лет двести. Он спал, и в какой-то момент он проснулся. Мы раскладываемся. И, ну, ненароком все равно я слышал, что там внизу происходит. И он растолкал свою маму, которая тоже немного так задремала. Он растолкал ее. И говорит... «Мам, ты взяла мое радио?» Именно таким голосом. Я превосходно пародирую голоса. Это был именно такой голос. И мама... Она видно, что она замученная. Видно, что она очень устала. Они где-то уже до этого были. Ну, видимо, в аду где-то. Я не знаю. Но где-то они были. И она достает эту... Какую-то коробочку. Такое маленькое радио. Оно уже перемотано все изолентой. И она отдает ему. Он говорит «включить». Она включает. Там начинаются помехи. И он идет и слушает помехи. Мы с друзьями начинаем переглядываться. Но для нас все еще это прикольный малыш. Типа какой он забавный мальчик. И он ходит. А там еще старики, пожилые люди. Он ходит. «Вам слышно мое радио?» «Вам слышно мое радио?» В какой-то момент он подходит к ней еще раз и спрашивает. Говорит, у него еще такое лицо. Я не могу его пародировать. Но я постараюсь. «Мам! А машинист слышит мое радио?» Тут я прихуел чуть-чуть. Я... Я лежу. Я клянусь, я лежу. Вот так смотрю в потолок и думаю, а куда я вообще еду? Что это за поезд? Есть ли внизу рельсы? Я сразу вспомнил одну свою мечту детства после фильмов. Я сразу захотел спасти нас всех вот этим движением, когда выдергиваю эту штуку. И Тимофей остается там со своей мамой, чтобы это все осталось там. Он подходит к твоей маме еще раз. Наконец-то радио немного, ну, остыло. Он его выключил. И он говорит, «Доставай конструктор!» Я бы каждый раз не делал этот голос, но он у меня в голове здесь. Я больше не могу. Она достает конструктор. Это был старый лего, вы помните, где большие детали, где, ну, без особо сложных... Ну, для нелюбимых бедных детей. Лего. Все мы его помним. И из этого лего уже был сделан какой-то... Что-то подобие замка. Она ему отдает его, и он намеренно, я уверен, намеренно роняет его на пол. И еще вот так... Он сломал его, смотрит на него так наверх. «Сделай, как было!» И это начинают замечать уже все. Ну, какое-то безумие, легкое безумие. Старики, пожилые люди, я их разделяю. Никто не может ничего сказать, потому что всем немного жалко маму, и никто не хочет вступать в какой-то там разговор такой напряженный. И маме, видно, очень неловко. И я решаю как-то сгладить. Думаю, ну, начинаю с ним разговаривать, так, ну, играть с ним, как мне казалось. И он потом говорит, «А ты слышал мою радио?» И я опять-таки... Вы помните, что для меня он все еще милый малыш. Да, со странностями. Да, возможно, отец его не любил. Но я говорю, «Эй, это самое лучшее радио, которое я видел!» И он такой, «А-а-а, ты теперь мой друг!» Думал, «Ни хрена себе, какой низкий порог у тебя дружбы, братан, как легко стать твоим другом!» И в какой-то момент, наконец-то, мама все, она больше не смогла это терпеть. Мои друзья отвернулись в другую сторону, потому что они очень верующие люди, для них это ну! Они говорили даже не на осетинском, на каком-то секретном языке. Я в моменте к ним обратился, на своем говорю, «Заур, говорю, ну, есть что покушать?» Они такие, что мы все будем жить у него дома. Он выгонит своего папу. И вот вечером она наконец-то его попыталась уложить. Он не хотел. Он бегал от нее вот так по вагону. В какой-то момент он даже обделался. Извините, но он обделался. И мама, блин, ее... Она говорит, но, Тимофей, почему ты не сказал мне, что ты хотел в туалет? Я бы тебя отвела. И он говорит, я поэтому и не сказал. Блин. И она его уложила. Мы ночью спим. Я пытаюсь справиться с паническими атаками. И за дальнейшее вы должны меня понять. За... Пожалуйста, вы... Вы же знаете, что я хороший человек. Помните про красивого парня? Разве не хороший человек поступил так? Ну, в общем, часа три ночи. Все спят. И, блядь, в какой-то момент я слышу какие-то помехи, блядь. Я вот так свисаю вниз. А там Тимофей такой... Извините, правда. Я не знаю, почему, но это была единовременная реакция. Я вот так еще сильнее к нему подвинулся и говорю, а ну закрой рот, блядь. Мои друзья были в шоке. Они одновременно гордились мной. Но одновременно открыли для себя нового меня. И все бы ничего, это бы могло просто остаться между нами. Но все это время я думал, что его мама спит. А я еще когда это сказал, я переглянулся со своими друзьями, типа, а как я его, да, нормально? И когда я повернулся направо, его мама смотрела мне прямо в глаза. Это самый неловкий момент всей моей жизни до сих пор. Так стыдно мне не было никогда. Стыдно именно за самого себя. Ни разу так не было. Мне даже сейчас немножко мурашки было, потому что этот взгляд был, она смотрит на меня. И я понимаю, что я только что при ней днем играл с ним, говорил, «Эй, это лучшее радио!» А тут закрой рот, блядь. И она смотрит на меня. И вот что она сделала. Она вот так смотрит на меня. И она отвернулась. И притворилась спящей. Большое спасибо. Я в 15 лет был наживкой для педофила. Ну, мне сейчас 22, и я выгляжу так, как будто и сейчас могу. Так что в 15 я был прям конфетка.